Упал очнулся гипс – это не смешная фраза из кинофильма, а реальность для людей, которые подскользнулись на улице. Только за последние сутки 20 уральцев получили переломы из-за гололёда. Врачи говорят, что количество травм намного превышает средние показатели. За вчерашний день всё-таки было очень много переломов. Это кисть, это плечо. Больше, чем я считаю, что нужно. А сколько для вас это уже считается много? Ну, вы знаете, если больше, к 10, больше 10, я считаю, что это много. У каждого человека переломы срастаются по-разному, это зависит от состояния организма. Но, в общем-то, полтора, два, три месяца человек будет нетрудоспособен. Врачи говорят, что сейчас приём пациентов с травмами проводится в двух местах. Это городская многопрофильная больница и областная клиническая больница. Медики отмечают, что из-за гололёда растёт и количество автодорожных происшествий. Эти травмы считаются самыми тяжёлыми. По поводу получения травм. Во время гололёда поступило около 200 человек. То есть это травмы верхних, нижних конечностей, грудной клетки, головы, мягких глядей делал. По сравнению с прошлым годом отмечается некоторое увеличение количества пострадавших. Всех наступающим оказывается помощь. В регионе в этом году уже регистрирулись морозы в 20 градусов ниже нуля. Но до середины января случаи обморожения не регистрировались. Первым стал житель Уральска. Он неудачно заснул на рыбалке. На рыбалку ездили с друзьями. И там уснул в палатке ночегами зимой рыбачить. И вот он там ногу вытянул из палатки и замёрз. Отморозил. Что врачи говорят? Врачи говорят, не знаю, вчера был там в шестом микрорайоне. Там ничего не сделали. Теперь, что я сегодня пошёл, меня сюда отправили. Стоит отметить, что в ближайшие дни в регионе вновь похолодает. Роман Копняев, Мирбулат Жигипаров, Рустам Джумашев, ТДК-42.